Салют, братюнь, ты на канале НЕ КАРАТЕ. Рад тебя приветствовать. Бокс не карате, тут думать надо. Братюнь, Стас приглашает тебя в свою бригаду. Бокс не карате, тут думать надо. Братюнь, Стас приглашает тебя в свою бригаду. Только что в прямом эфире в моем инстаграме посмотрели шедевральный поединок Шахрама Гиясова. Асламбек Ашимбергенова. Встреча непримиримых соперников на ринге произошла. Вверх одержал Ашимбергенов, с чем я его и поздравляю. Казахстан, Алга. Но тем не менее, хочу сказать, что интрига сохранялась с первой минуты и по последнюю. Шахрам Гиясову надо отдать приз зрительских симпатий за самое харизматичное выступление. Шахрам давно выступает в профессиональном боксе и его манера полностью соответствовала манере профессионального бойца. Он не торопился абсолютно, он ждал своего момента и во втором раунде несколько раз дотянулся до Асламбека. Я думаю, тот почувствовал удар Шахрама. Чемпионат мира здесь везут лучших. И Шамбергенов доказал, что он дисциплинированный боец, техничный. Читает ситуацию, понимает, что происходит. Поэтому с ним шутки плохи. 71 килограмм для Шахрама это много. В профи он выступает в 63-71, но ты понимаешь, что тут эту антропометрию, с учетом того, что это игровая манера, это любительский бокс, олимпийский бокс, здесь достаточно насувал, сместился, ушел. Чем, собственно, Асламбек и пользовался. Он очень неплохо чувствовал дистанцию, на передней руке держал Шахрама и смещал с пасси. Вот, в общем-то, рисунок боя от Асламбека. Непосредственно Шахрам показывал великолепные па. Я не знаю, но это просто нужно смотреть, этим нужно наслаждаться. Во втором раунде, мне кажется, по-спортивному он разозлился и был готов довести поединок логического завершения. Может быть, если бы бой продолжался 10-12 раундов, это ему и удалось бы. Но это олимпийский бокс, здесь 3 раунда, надо успевать делать все быстро. И по-хорошему были бы шансы, если бы это была весовая чуть пониже. Сугубо мое личное мнение. Ну, хотя бы там, я не знаю, в 67, но 71 куда? Это слишком много, реально слишком много. Большой дядя Асламбек бьется с подкачанным поджаром. Но, тем не менее, это здесь как Майк Тайсон, маятник покачать и подойти, вырубить не получится. Здесь стейпируются руки, перчатки абсолютно другие. Вырубают, я не знаю, после 80, да, у Шаха офигенный удар. Но, блин, на что тут надеяться? По факту, на изи, раунд за раундом, я считаю, что забрал казаха. Судейство абсолютно корректно, никаких вопросов нет. Но, в любом случае, удовольствие мы получили. Было, знаешь, какой-то войны в ринге не было. Здесь такой конкретный спорт между двух братьев. Не больше, не меньше. Попробовали. Что получилось, то получилось. Пожелаем Асланбеку медаль, обязательно медаль. Ну, а Шахрам Гиясовым будем рады увидеть в профессиональном боксе. Братень, обязательно напиши комментарий, понравился бой, не понравился, за кого топил. Ожиданно, неожиданно. Ну, и, собственно, увидимся в следующем выпуске. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok